Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани меча». Определились финалисты Кубка России, это «Урал» и «Локомотив». Сыграны матчи 22-го тура чемпионата России. В ближайшие часы нас ждут матчи Лиги чемпионов. Какая турнирная таблица, что нас ждет впереди и супердерби «Спартак-Зенит». Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Узалевским, Евгением Воройным и Константином Щербиненко. Добрый вечер, друзья! У нас боевой стартовый состав. Никто у нас не травмирован, все чувствуют себя великолепно, все в полной боевой готовности провести вместе с вами эти 45 минут. Телефоны вы видите на своих экранах, подключайтесь и давайте поговорим о футболе. Итак, друзья мои, состоялись матчи полуфинальной Кубка России. Я прекрасно понимаю, за все 10 лет, что идет наша программа, к этому турниру мы относимся достаточно прохладно, но, тем не менее, вспоминаем результаты. Как-то они так раз появились и исчезли. Урал-Рубин 2-1. И спасибо еще раз для меня специально, но и для наших телезрителей. И Локомотив Уфа 1-0. Константин, поздравляю! Поздравляю! Вы вышли в финал, ваша команда вышла в финал, вы имеете на одну ступеньку, как говорится, уже выше, попасть ближе. Не только выиграть кубок, но и попасть уже в Евро. Сейчас осень у нас получается, да? В Евро осень попадают. Скажи, пожалуйста, все-таки Уфа, все-таки играли дома. 1-0. Как это соизмеримо? Как складывалась встреча? Ну да. Ну, во-первых, мы с Уфой проводили за 3 дня вторую встречу подряд. Это правда. Играть с таким соперником, боевитом, очень сложно. И то, что мы взяли, ну, если на очки переводить, 6 очков из двух встреч, то это, ну, заслуга всей команды, ну, и тренерского штаба. А тренерский штаб, кстати говоря, вот Семин все жалуется, что календарь плохой и так далее. Ну, ребята, вы... Семин, наоборот, Олег, подчеркнул тот момент, что, в принципе, неплохой и плохой не календарь. Ну, по крайней мере, после паузы весенней команда, как бы, не проиграла ни одной встречи пока еще. И, ну, заслуга есть в этом, Олег, согласись. Единственное, радует, может быть, еще, что финал пройдет в Сочи, да, на арене Фишт. И Локомотив, как мы знаем, кубковая команда. А Урал в своей же истории впервые попал в финал этого раза. Ребята уже завоевали звание мастеров спорта. Да, да, и, как бы, мне кажется, все-таки какой-то гандикап у нас существует, преимущество. Вы сказали, что будет жарко там, да, в этом Сочи? Они все-таки с Уралом, ребятки, да. И будут требовать постоянно, чтобы сделали искусственное покрытие, да? Будет жарко, во-первых, да. Во-вторых, не стали переносить, стало известно, на более поздний срок дату кубка, как и осталось 2 мая. Вот скажите, вот кому 2 мая нужен кубок? Как кому? Нет, ну, почему это сделать? Команде, которая хочет попасть в Еврокубок. Понятно, что Еврокубок, команда попасть хочет одна. Это Локомотив, это видно, что они уже все силы бросили на завоевание кубка, потому что, думаю, что в этом в чемпионате вряд ли они займутся. Ну, вряд ли, я не думаю, что... А пятое место, ну, давайте напомним, да, раз уж разговор у нас пошел, известные у нас финалисты, да, это Локомотив и Урал, и они сыграют 2 мая, да, будет матч будет в Сочи. Ну, вот смотри, подожди, хотел на этом матче остановиться. Почему делают матч, допустим, Кубка России на рабочий день? Второй мая не рабочий. Нерабочий, хорошо, нерабочий. Первое мая, второе мая, у нас нерабочие дни, хорошо, 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 отдыхаем. А что, когда лучше, второго не варят? Отдыхаем, скажи, пожалуйста, а на работу куда ты выходишь? Третьего, четвертого. Третьего, для развития вообще спорта по всей стране. Я думаю, что выбрав вариант Сочи и с ареной Фишт, это заслуга. Не говорит про то, что города разные могут быть. Я сейчас не про это говорю, я говорю про то, что назначают дату. Как для удобства люди? Да, совершенно верно, ты полетишь туда. Ну, если будет возможность, ты полетишь. То есть, ты полетишь, условно, в субботу, а не в воскресенье? Да, так точно. Так точно, чтобы народ мог приехать, поддержать свою любимую команду и еще вернуться мог. И еще отметить победу для тех, кто все-таки выиграл. Семин говорил, тоже не устраивает дата финала, потому что Лукомотив предстоит провести много матчей за этот период какой-то. Они, как бы, к финалу подходят выдохшиеся. А потому что у нас опять Кубок Конфедерации попадает. И у нас опять, за счет того, что сборную немножко сместить для подготовки тренировки Кубка Конфедерации, поэтому и финал сделали 2 мая. Хотя, если мне память не измерить, у нас всегда финалы были в мае. Конечно. Всегда. В СССР в том числе. Да и Урал, дело в том, что в таких же условиях они тоже будут играть. Сборная будет готовиться к Кубке Конфедерации. Да, чем я сказал сейчас. Да, я пропустил, значит. Потому что в июне уже начало, а как бы середина мая это будет готово. Нет, ну, ребята, можно же подвинуть, видеть, что получится. 1 мая? Конечно. Потому что календарь-то ваяли буквально неделю. А 1 мая картошку кто будет? Нет, а картошку кто будет сажать 1 мая? Значит, 29-го числа можно, да, с 29-го на 30-е перенести дерби? Картошку рано. Рано сажать. Я из-за этого не могу никуда уехать. Делаю. Почему не в субботу сделать? Чтобы можно было 29-го после матча пойти отметить выигранное дерби. Почему? Еще 2 дня на отдыха остается. А здесь кому переносят? Я-то сразу посыл понял его. 30-го никуда не уехать уже. Вопрос другой. Если ты в команде уверен, то ты можешь взять выходной день за свой счет, соответственно. Либо, ну, как бы, подстраиваться под любимую команду и ставить на равновесие. Что дороже? Абсолютно поддерживаем. То, когда играет локомотив Уфа, возмущается больше всех же Урал. Урал. Ребята, мы же болельщики с вами. Не важно кого. Может, я переживаю за Урал. Ребята едут черти откуда. Из центра нашей Родины. Ну и что? Им тоже добираться. Кому-то на позе. Там 3 дня ехать. Ну, о чем вы говорите? Ну, е-мое. Ну, почему не сделать удобно себе? Хорошо. Я понял. Я понял твой посыл. Обратился в РФС. Завтра постараюсь дозвониться до Мутко. И, в общем-то, задать ему эти вопросы, которые такие злободневные. На кого можно ставить в этой игре? И кто нам выгоден победителем Кубка России? О, как он даже так. Кто выгоден, я знаю. Но, в принципе, до 2 мая еще время так достаточно. Но Урал смотрится лучшей командой весны. Урал еще не поиграл. Урал сейчас предстоит встреча с командами бывших. Я даже раз в ничуть не сыграл. Да, да, да. Урал может прихлопнуть Локомотив. Может запросто. О чем это говорит? Это говорит о том, что вышли в финал такие тренеры. Тарханов и Семин. Да, да. То есть, тренеры Семин. Тренеры, которые могут собрать команду из игроков, которые есть. Действительно, что Урал не похвастается такими суперзвездами. Рома Павлюченко. Он в запасе сидел. Ильин сейчас забивает. Семи встречами. Нет, но он эта звездочка такая загорелась. Да, согласен. И также Локомотив. Тоже не сказать, что он там по составу самый сильный в премьер-лиге. Хорошо, господа. Значит, получается, в финал вышли два тренера. Два тренера, которые тактики, которые кубковые тренеры, которые могут настроить команду именно на этот матч. На кубковый матч и победить. У Локомотива это, по-моему, уже пятый, по-моему, да, кубок? Да. Преноменальная статистика кубковая, конечно, она за него. Да. Соглашусь? Два года назад выиграл Локомотив кубок. Нет, здесь есть брать, кому выгоднее для российского первенства. Я думаю, что это выгодно, конечно, чтобы вышел Локомотив. Потому что, когда они попадают в Евро-лигу, соответственно, бюджет помощнее у Локомотива. Соответственно, будут приобретения какие-то. Соответственно, они могут дать результат такой, который не даст Урал. Хорошо, а если Урал побеждает, а Локомотив с пятого места приезжает южная команда на Урал, на Синтетику, при минус 15. У нас есть шанс. Но они, понимаешь, тоже перелеты все, это большие деньги. Нет, Урал, конечно, не сдюжит. Я, конечно, понимаю, что у нас есть опыт Спартакан, который мы все надеялись, да? Да. Но Урал все-таки говорит о том, что он с групповой начнет. Не-не-не, а он с группового начнет. С группового. Ну, с группового Илана еще куда не шло. Да-да, ему там особо-то, да. Но мне кажется, что если Локомотив победит, ой, Урал победит, то Локомотив с пятого места абсолютно, мне кажется, может заходить. Ну, там, да, но там нет преимущества группового этапа, там уже не помню, но все-таки Локомотиву проще будет отобраться. А как Локомотив сыграл в последнем розыске? С Расси Кубка? Где? Ну, он играл в Европе. В Европе играл. Но я, правда, не помню, когда это был в последний раз. Я не помню. Честно скажу, не помню. Ну что ж, 2 мая, естественно, смотрим финал Кубка России. Переживаем за обе команды, потому что будем надеяться, что они покажут хороший, красивый футбол. Не доведут дело до валидола в серии пенальти, да. А, может быть, в основное время сыграют, не знаю, 5-4. Локомотив победит. Да. Время покажет. Давайте, друзья мои, переходим к чемпионату России, 22-й тур. Ну, и у себя в памяти, в памяти наших телезрителей освежим, как говорится, результаты. Итак, крылья советов Амкар, 2-2, Терик, Арсенал 3-1. Терик, наконец-то, одержал победу. Зенит Анжи, наверное, самый непредсказуемый результат получился. Уфа, Спартак. Ну, тут Спартак, как многие говорят, на классе победил Уфу. Краснодар, ЦСКА. Ну, разное, двояркое, скажем так, мнение у болельщиков. Локомотив Ростов, видимо, Локомотив совсем подустал. Тоймс забивает два мяча, в последний раз они это делали, по-моему, два года назад. Ну, и Урал-Оренбург, Урал, как мы уже говорили, да, не потерял ни одного очка в старте весной. Итак. Результативный тур. Да, переходим к матчу. К матчу. Уфа, Спартак. Счет на табло, счет на экранах ваших телевизоров и счет, как говорится, говорит сам за себя. Кирилл, вы уже знали, как сыграл Зенит. Да, произведение было известно. К тому моменту, да. ЦСКА потом играл, да. Да, ЦСКА играли чуть позже. Действительно на классе победили Уфу? Да, мне представилось, что именно победа на классе, по сравнению с обычной нервотрекой, которую устраивает Спартак, здесь она была такая в гораздо меньших дозах, что для болельщика приятно. Победа на классе, огромное количество ударов по воротам, огромное количество опасных моментов, подходов. В общем, если бы не лучший вратарь России Белина, который стоял на воротах у Уфы, счет был бы гораздо крупнее. Он три или четыре раза, он просто сделал замечательное спасение, этот товарищ. Неприятный осадок оставил пенальти, который в ворот Спартака поставили. Какой-то совершенно неоправданный, на мой взгляд. Ну, как говорят сами спортсмены, шнурками. Ну, да, кто туда выразился. Выразился, да, задел. Соглашусь, там не было ничего. Игланов в таком месте, где и фалить не надо, там человек в углу самым стоял, что-то такое странное. Ну, поэтому и вернулся должен, да, не забитый пенальти. Да, причем Селихов опять, ой, бебельно, все, Селихов. Опять как прыгнул, хорошо. Если бы не точнейший удар Квинси Промисса, то он бы этот пенальти вытащил. Он бы вытащил, потому что он летел правильно в направлении, все, просто сильный, точно акцентированный удар. Привел к тому, что гол забили. Ну, наконец, Спартаку дали пенальти. Да, Спартаку дали пенальти, рука была. Если мяч летит в ворот, и рукой ей преграждают путь, ну, надо что-то делать. Нет, пенальти чистый, там, как бы, что ни говори, действительно. Мяч летел в ворота, рука была не в естественном положении, поэтому тут, как бы, да, вопросов нет. Ну, уже не знаю, какую, третью передачу или четвертую, я говорю, по крайней мере, я это выражаю сейчас свое мнение. Может быть, коллеги со мной не согласятся, или телезрители, например. Спартак в матче с Уфой на 90% оформил чемпионство. На 90%. Ну, если так следить по турнирным раскладам, то, в принципе, Спартак сейчас имеет возможность проиграть два очных противостояния с конкурентами ближайшими. И все равно остаться в двух очках впереди от них. Потому что я уверен, что тоже будут терять очки, и ЦСКА, и Зенит, потому что игру такую стабильную, надежную, они не показывают. Ближайший у ЦСКА с Ростовом ведь играет, да? По-моему, Ростов вскрыть нереально, по-моему, они, по-моему, пять мячей 0-0 играют, или что-то такое. Да, 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 четвертый точно. Туда можно вообще не ездить, по-моему, кажется, или что-то. Играют в Москве. А, ну, да, тогда придется, чем вскрыть тяжело. Тебе вопрос. ЦСКА в сезоне 13-14-х годов отставал на достаточно большое количество очков, но, правда, матчей было чуть побольше. Десять побед подряд, и ЦСКА становится чемпионом. Сейчас складывается такая ситуация, что за восемь туров до конца отрыв восемь очков, и ни одной команде еще не удавалось этот гандикап сократить. Сократите, Жень. Вот вопрос. Вы передаете боевое красное знамя красно-белому тассу? Я думаю, что 24 очка в розыгрыше. 38-24, да? Да. Спартаку надо выигрывать, сколько, 5-6 матчей. Да, 18-6 матчей. Это с учетом того, что все остальные... К тому же у тебя еще есть одна статистика, которую ты подмечаешь, что команда, сменившая тренера, в межсезоне чемпионом не становится. Они все работают на статистику в России, да? Эта статистика работает, и я даже прочитал где-то, что если... Зенит чемпион? ЦСКА... Зенит наш тоже поменял или нет? Не менял. Он до этого еще пришел. Да, он перед ЦСКА поменял. Так что, Евгений, мы верим в статистику или в команду? В команду мы верим. ЦСКА, которая обыграет Спартак и выиграет все остальные встречи. Как ты так говоришь? Спокойно. Я говорю, эмоционально говорю, что Спартак на 90% чемпион. Ничто ему не помешает быть чемпионом. Я, конечно, понимаю настроение болельщиков ЦСКА, но... У вас график полегче, чем у ЦСКА? Ну, может быть. Ну, если очный матч не брать, ну, может быть. Хотя, мы, по-моему, идти с Уралом играем, да? По-моему, сейчас под Урал попасть, так, знаешь, не очень кому-то хотелось бы. У нас составляем проблемы возникли, потому что у нас два ударных форварда основных взяли, и бум! И в течение 10 минут вылетели из состава. Получили травмы, повреждения. Насколько известно, у Адриана посерьезнее, он лучше не настолько. И как играть в это? То есть, мы получили, что мы будем играть с Мельгареха, который не удовлетворяет требованиям. Забил, третий в упор. Ну, забил, да? Он не имеет практики, он практически не выходит, играет на замену. То есть, либо мы будем играть с одним форвардом Мельгареха. Ну, скорее всего, а мне кажется, он все-таки промисс... Да, двоих, это скорее более... Ну, такой внезапный коллапс случился с атакующими действиями. То, что придется пересматривать игру и перестраивать ее. Ну, мы еще поговорим, да, естественно, посмотрим, поговорим о матче «Спартак-Зенит». Да, а сейчас немножко давай еще вспомним «Уфу». Да, «Уфу». Скажи, пожалуйста, вот «Оренбург» на матче, да, на стадионе «Спартака», как мы здесь отмечали, бился, ложился, стелился. Потом он 2-0, они же 2-0 потом проиграли, да, кому-то? Да. «Оренбург» потом. Да, да. И вот тут такой матч с «Уфой». «Уфа» представлялась более серьезным соперником. Представлялась более серьезным. Изначально. Да, учитывая серию побед их, 1-0, 1-0, 1-0. Учитывая, что «Оренбург» на предпоследнем месте. Да, совершенно верно. Тут еще надо брать и по турнирной позиции, и по турнирной ситуации. Да кто что сдал? Они просто «Уфу», на мой взгляд, подкосили кубковые встречи, в том числе вот этот дубль с «Локомотивом», который им пришлось. Я, конечно, хотел, чтобы они сыграли с «Локомотивом» и дополнительное время, и пенальти, и все. Да. Этого не произошло, но, тем не менее, команда не выглядела настолько свежей, насколько она выглядела в предыдущих своих матчах. Ну и «Спартаку» удалось взломать эту команду, а все-таки в позиционном нападении у «Уфе» не очень играется комфортно. Ну, вообще, в позиционном нападении всем играть тяжело, кроме там, может, «Барселона». Я соглашусь, да. Момент был, что если «Би-2», допустим, забили с пенальти, да? С пенальти, там была 62-ая минута. Да, 62-ая минута, еще 2-2 остановился, да? Нет, 2-1. Ой, 2-1 даже, да? 2-1 остановился, потому что забили уже на 90-й минуте при 2-0. Стало 2-1, и потом в добавленном, по-моему, времени уже «Спартаку». Нет, 2-2 не остановился, 2-1, но зато было 30 минут для того, чтобы уже дальше можно было бы прессинговать. Ну, не знаю, такие пенальти не должны забиваться, правильно, чтобы он не забился. Молодец, Артем Реброу. Это самое слабое звено в команде Уфа. Вот этот Фатим или как его там… Фатай. Фатай, да. Фатай. 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 Вuz safari. СССР, я думаю, что Спартаку будет не очень даже легко пройти их, при условии, что в Спартаке травмировались, в принципе, основные игроки. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Спасибо. Жека, привет. Привет. Спасибо большое за звонок. Ну, так вот и вопросы, и привет, и все, как говорится, в одном флаконе. Ну, я сказал, да, это Джонни, отвечая на вопрос Джонни, что придется перекраивать Спартаку, атакующую игру. Потому что вообще, такое впечатление от товарища Адриана, что он травматичный и не выйдет долго, по крайней мере. Ну, вот такое ощущение складывается. Согласись, один нападающий выпадает, да, но я не думаю, что... Нет, если один, то нормально. Если два, уже тяжело, уже все перекраивается. Мы играли навесами, играли на The Lushet. Ну, совсем другая игра пойдет. Ну, вот, Кирилл, Глушакова не было. Было же трудно тем же Оренбургом. Вот, он вышел, и сразу же команда забирал, побежал. Он важнее, чем эти два нападающих. Он важнее, да. А что касается календаря, вот у нас домашний матч с Томми, на который с оптимизмом смотришь. В общем-то, так сказать, да? Хотя Томми тоже бодается, по крайней мере. Матч с Арсеналом? Смотри, как они сыграли. Да. Домашние встречи. А так никто легко... Ну, Арсенал. И Ростов тоже у нас. У Ростов, да. Да. В Ростов, ССК, Зенит, Арсенал, Томм, Урал. И забыл все, что. И Терек, по-моему, еще. И Терек, да. Скажи, пожалуйста, мы говорим о прочности очковом. Прочности. Да. 8 это все-таки хороший такой результат. А прочность команды на твой сейчас в чем проявится? Надо внимательно посмотреть Зенит. Вот следующий матч будет достаточно определяющим. Потому что Зенит, он, конечно, такой какой-то то ли заторможенный, то ли расторможенный. Но, тем не менее, команда не перестала быть классной. Главное, она не перестала быть непредсказуемой. Видно, что у Зенита проблемы в настрое. Возможно, там какие-то проблемы с тренером. Но я абсолютно уверен, что со Спартаком они выйдут драться, кусаться и биться. Да, сейчас уже конец сезона. Да, поэтому все будут выходить. Я не знаю. То, что каждый будет решать свои задачи. Я не знаю, его как сыграют. То, что Дзюба там упрется, это вот совершенно точно. Для него это дело принципа быть выше Спартака. Факт тот, что две путевки разыгрываются в Лигу Чемпионов. Совершенно верно. И поэтому я считаю... А у нас сейчас разыгрывается одна путевка. Да. Это попасть в эфир телеканала Видное ТВ. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Да, приветствую вас, уважаемые, ну, наверное, коллеги. Ильдар беспокоит. Да. Ну, сначала вот по поводу Спартаковской игры, да, в матче. А потом уже перезвоню отдельно про свою команду. Ну, вот смотрите, в принципе, как я и говорил, да, вот первая игра с Краснодаром Спартака, она дает о себе знать. Все вот эти, на которых там спартаковские болельщики и команда рассчитывала игроки, потихонечку начинают сдавать физически. И вот этим надо обязательно воспользоваться и «Зениту», и в первую очередь нам. И потом уже остальным всем командам. Ту скамейку, которая имеет состав «Спартак», она вроде бы, скажем так, длинная, но они, ребята, не такие, как вот те, которые на травме. И поэтому сейчас очень хорошая возможность, именно, повторюсь, опять же, и «Зениту», и тому же там «Ростову», и нам забрать у «Спартака» очки. А тем более, если сейчас «Зенит» выиграет, потом, ну, по-любому, ну, как правило, да, там, у всех таких команд, которые проигрывают, начинается какой-то мандраж, это, к примеру, там тоже «Ливерпуль», мы возьмем, да, там Англию, вот, потом, если мы забираем еще очки у «Спартака», то там уже, наверное, дело техники, и поэтому все еще далеко, «Спартак» далеко не чемпионат. Тогда придется в Тулу ввести вагон денежных средств. Нет, это даст, нет, а что касается еще Тулы, да, ну, «Спартаку» же играть вроде бы с арсеналом, правильно? Да, я говорю, в Тулу лучше играть. Ильдар, Ильдар, а ты считаешь, что ЦСКА, «Зенит» и «Ростов», они не сдают сейчас? Ты посмотри, как они буксуют-то в последние матчи. Ты же «Спартак» сдает. Не, они изначально, скажем так, вот как они пошли буксовать, они так вот идут с пробуксовкой. Понятно. Вот, они идут, они нет такого, чтобы там как-то шли-шли-шли. И просто на протяжении всего вот чемпионата, смотрите, и ЦСКА, и «Зенит», они как-то ну, с такой пробуксовочкой идут. А «Спартак» вроде бы хоп-бац-и пошел, да, как-то идет-идет-идет, но «Спартак» он должен быть рано или поздно. Вот к чему. Как все хотят, как все верят, что… Так тоже самое можно про «Лестера» сказать в том сезоне. Спасибо, Эльдар, спасибо. Будем обсуждать ЦСКА, естественно, расскажешь, я знаю, что ты был на выезде, расскажешь, поделишься своими впечатлениями и о матче, и о прекрасном стадионе, который построили в Краснодаре. Друзья, вам не напоминает эта история с «Чудо-Лестером», которой тоже все никто не верил, там, за 8 туров, что команда будет поломана, где-то проиграет конкурентам за золотые медали. В итоге команда взяла и с прихлопом за несколько туров стала чемпионом Англии. А тут то же самое про «Спартак». Выигрывает он у «Зенита». Ты на всем опустил «Спартак» вниз. Ты посмотри, сколько звезд у них на груди. На дробик. Это сильное заявление. А ты «Лестер», говоришь, который ни разу не выиграл чемпионат. Ну там буксовали, буксовали все лидеры, понятно. Все буксовали. Да, тут тоже молодец, он в пользу. Это первое чемпионство «Рубина». Если вспоминать, все как начали буксовать, все и «Рубин». Второе там уже было немножко... Да что, Рубин, недавно ЦСКА также, отставая на 8 очков, также вышел вперед и стал чемпионом. Хорошо, сейчас ЦСКА с кем ближайшие туры играют? С Ростовом. Вот ЦСКА теряет три набранных очка с Ростовом, а Спартак выигрывает у «Зенита». И я в следующей программе объявляю уже не 90% Спартак чемпион. Не объявляй. Давай, по 100%. Если Спартак обыгрывает «Зенит», ЦСКА проигрывает Ростову, все, друзья мои, все. 11 очков будет. Спартак чемпион. Когда? Как Кирилл, приятный «Зенит» и «Зенит» я могу точно сказать, касается матча я не договорил, как раз Лидар позвонил, матч с «Зенит» и «Спартак». Для «Спартака» будет болезненным поражение от «Зенита», безусловно, но не фатальным. Если «Зенит» проигрывает «Спартаку», то тут уже все и до свидания. Правильно. Во-первых, и до свидания относительно чемпионства, и во-вторых, возможно, относительно второй лиги чемпионов. Для «Зенита» этот матч важнее, мне кажется, сливают тренера. И знаете, как будет возможно? Матч со «Спартаком» сложно это делать. Симак? Ну, сложно сказать. В конце сезона. Сложно. Почему мне? Хорошо, мы о «Спартаке» естественно более подробно, еще более детально поговорим в следующий вторник, когда, естественно, будем знать и матч «Спартак-Зенит», и уже какие-то расклады, примерки пойдут и так далее. Ну, а пока переходим к матчу «Краснодар-ЦСК». играл прямой конкурент, играл прямой конкурент и сыграли они один-один эти команды. Жень, первый тайм великолепный. Прекрасно. Скорости, моменты, комбинации, штанги, перекладины и так далее. Все, что можно было. Второй тайм, все с точности да наоборот. Да, нас хватает только на один тайм, потому что действительно мы сыграли по крайней мере за тот отрезок времени, который мы провели с начала чемпионата, с февраля, с марта по сегодняшний момент. Это был лучший первый тайм в исполнении футболистов Гончаренко. Действительно, нам что-то прям фатально не везет. Просто такие мячи, профессионализм, конечно, у Спартака такие мячи залетают, у ЦСКА не залетают. Нет, у ЦСКА залетел. Почему? Верблум очень неплохо ударил. Верблум очень неплохо ударил издалека и я считаю, что это лучший мяч тура этого. Ну, помните, ну, помните. А кто забил лучше? Ну, точно не Верблум. Якоблис. и что, с 25 метров ударил. до кого 25? там больше 20 метров. Терриат, уведел голову Яковлева, извините. Друзья мои, давайте не будем слушать, лучше послушаем... Я Паршевлюк передачу. Да, да, послушаем нашего телезрителя, который только что вернулся из Краснодара. Добрый вечер. Алло, да, здравствуйте еще раз. Да. Ну, теперь позвольте мне на самом деле поговорить о своей любимой команде. Ты уже вернулся? Или ты там, в Краснодаре? Не, на самом деле, знаете, я вернулся несколько расстроенным, сколько ни от игры, да, от того, от увиденного. И от увиденного задают до сих пор вопросом, как так, и почему у нас, ну, наверное, сколько я стадионов повидал, ну, это, наверное, один из самых лучших вообще, не то, что в России, я, наверное, в Европе. Просто, в нашем, сегодня, ну, продумано все, включая там, я не знаю, перилы с подсветкой, там, в туалетах краны стоят, что ли там, не зерно, ну, это, просто, ребят, ну, это у нас, действительно, мне стало обидно, как такое возможно, почему нас не включили, когда вот экран идет по всему стадиону, да, он снаружи смотрится, как колизей, а ночь на него смотреть просто, это, невероятная красота. Мы потом специально остались, значит, ну, там, все самое интересное, выпустили народ, ну, в течение пяти минут, просто 33 тысячи вышли, в течение пяти минут, мы остались, там, включили вот эту, ну, не знаю, как от накрыли, ну, не знаю, обстановку, вот этой, видеоинсталляции, такая красота, ребят, под космос, сиденья там, они, ну, не железные, не пластиковые, просто там, не знаю, разбиться, ну, просто нереально, если на наших сидишь на металлических, зимой там, простите, все себе можно отморозить, то на этих, ну, ну, честно, у меня вот, ну, просто, я впоследствии с ним под тайки находился, да, и до сих пор, на самом деле, нахожусь, что самое, там еще, там, да, там, перед стадионом, вот эта плитка, она, не знаю, мраморная, ну, вообще, она не скользкая, там, и хоть дождь шел, как-то, деревья там стоят, там, их опрыскивают, как-то, ну, в общем, ребята, я просто в восторге от этого стадиона, очень крутой, поле, обстановку внутри, все там, ну, нет слов, просто. Скажи, скажи, точки, торговые точки питания, достаточно? Да, там все нормально, там все, там все продумано. Хмельной напиток есть? А? Хмельной напиток есть? Есть, 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 хмельной напиток, то самое интересное, он прямо и ходит через дорогу, по, например, нормальным ценам, что касается, да, по лице, все тайны раскрыты, ну, это символически стоят, какие-то там два, ну, автобуса, вот это все, ни провокации страны, ничего такого не было, абсолютно, металлоискатели, там, не то тебя лишний раз не обыскивает, не шмонает, да, там, ты приходишь реально на футбол, ты приходишь на футбольный матч, просто, ну, супер, ребят, ну, честное слово, при возможности, Вот прям, Эльдар, скажи, вот прям слушаем, слушаем, и уже прям солидуем, с юни, едем туда. Эльдар, скажи, пожалуйста, а билеты были бесплатные для фанатов ЦСКА? Билеты, ребят, там очередь выстраивалась, она только быстро уходила, это там, да, бесплатно, раздавали целая стопка, прямо из трех минут, подходи, бери, получай, проходи, тебя не шмонает, все культурно, ну, просто, ну, я не знаю, вот, ну, нет слов, просто нет слов, ну, не знаю, просто, что еще добавить, просто, Эльдар, спасибо, спасибо большое, времени, к сожалению, не так много остается, почему я, даже не хочется мне, чтобы ты рассказывал об этом матче, потому что ты сейчас на такой эмоциональной волне рассказал о стадионе, рассказал о том, что вокруг стадиона, давайте, пускай для болельщиков ЦСКА, именно, вот этот вкус великолепного стадиона в Краснодаре, будет, Евгений, играй все равно, нет, если мы перейдем к матчу, три очка, ну, блин, все, все, но матч был не скучный, как ты говоришь, не скучный, поэтому, я говорю сейчас про атмосфера, не, я же не говорю, что матч был скучным, неинтересным, я говорю, ЦСКА потерял два очка, потерял, все, мог бы победить, думаешь, не мог Краснодар выиграть, я бы не сказал, что был такой православный, последний раз, я ЦСКА выиграл Краснодара в 12-м году, по 5 лет назад, я думаю, что они потеряли, я не скажу, что потеряли, что за счет ЦСКА одно слово скажу, вот я смотрел, да ладно, ты не сейчас забивал бы в первом тайме ЦСКА, и все, я нейтральный, Олег, как я представитель ФНЛ, я могу сказать, я смотрел все матчи, особенно с лидерами, и я считаю, что ЦСКА-то сыграл посильнее, чем Зенит, вообще-то смотрелся, и ЦСКА мог победить в этом матче, просто вот так сложились звезды, может быть, так сложилась вот Краснодарская аура, вот это, как нам рассказал сейчас Сальдар, для ЦСКА, что не повезло просто, а могли уйти 3 очка спокойно, абсолютно, абсолютно, забивали, штанги были, перекладины были, все было, и забили, это ЦСКА с пенальти, Смолов забил, и Кенфеев мог даже выручить, там не мог, ну не день ЦСКА был, и все, вот потеряли все, согласен, друзья мои, или Спартак так наколдовал, не, вы че, мы не пришли, ЦСКА мы много говорим, мы о Локомотиве, хотелось бы поговорить еще немножко, и в чемпионате, да, все оступаются, Терек, Амкар, то есть те, которые были достаточно высоко, сейчас Терек никак не наберет очки, Амкар постоянно теряет, и все равно Локомотив, Ростов, да, и все равно Локомотив никак не может, вот спуртовую, я перед игрой смотрел турнирный расклад, если бы Локомотив побеждал бы в очередной встрече, да, это была бы там пятая победа к ряду, то соответственно Локомотив бы сразу же мог себе гарантировать пятое место, опережая там по показателям Грозненский Терек, даже не четвертое, по-моему, да, ну и сейчас, учитывая, что Краснодар все матчи в Ничу сыграл, но и сейчас, несмотря на то, что у нас такой интересный чемпионат идет, плотность в середине таблицы очень-очень-очень интересная, потому что сейчас от 10-го до 5-го места 3 очка, ну там Рубин вроде как сейчас сыграл в ничью, поэтому 4, а так вообще Локомотив, в принципе, при всех раскладах, да, там у него тоже нет космического календаря, может позволить себе замахнуться на Еврокубок, ну кроме ЦСКА может быть, включая турнирную таблицу. скучную матч, прости меня, он был скучноват. Скучноват! Абсолютно точно! Практически без моментов, ну, раньше 38-й минуты, я точно уснул. Но мне хочется сказать, что, наверное, Локомотив все-таки, опять же, кубковая команда, делает ставку на кубок, и, наверное, все силы основные были брошены. Все силы будет правильно. И это, наверное, будет, да. Если Локомотив займет 5-е место, 6-е место, а потом отборочные будут, а здесь он сразу в группу попадает, и нормально. Поэтому даже результат с Ростовом, да, с вице-чемпионом действующим, 0-0 на своем поле, я считаю, что это более-менее достойный результат. чтобы обыграть Ростов, Локомотиву нужно было такие усилия приложить. Я не знаю, кто сейчас может у нас Ростов обыграть. Так что выйти, взять и обыграть Ростов. Это надо... А я знаю, сейчас Евгений тебе расскажет, они играют в следующем туре. кто обыграет Ростов. Кто обыграет Ростов. Да, прости, я забыл. Ну, пожалуйста. Не знаю, у них вратарь стоит, который там у Джаная травма. Медведев, Медведев. У него вот пятый матч, по-моему, на 0-0, ему за пять матчей нанесли восемь ударов. Всего, да. Восемь ударов, двор ворот за пять матчей. Как такую команду обыграть? Как ей гол забить? Как создать момент у ее ворот? Вопрос? Я не знаю, отвечу ли я на этот вопрос, а вот наш телезритель, по крайней мере, постарается, ну, или расскажет свою историю. Добрый вечер. Алло, добрый вечер, вопрос задать. А будет ли стадион Краснодара на чемпионате мира участвовать? Давно же известно. Эльдар не знал. Ну, вот просто вот. Сочи, это, я скажу честно, откровенно, это трагедия для российского футбола, если чемпионат мира не будет в Краснодаре. Это трагедия. Согласен с вами, уважаемые ведущие, потому что не успеют в Мордовии построить. В нашей стране строятся стадионы там, где быть этого не должно. Согласен. Ну, хотя бы могли в виде исключения. Кстати говоря, Зенит-арена там вроде бы как-то она еще на ремонте. Она постоянно на ремонте. все-таки Кубок Конфедерации себя зарекомендует в Краснодаре. Ну, вот, Сергей предлагает, что в Мордовии, может быть, в Саранске не построят стадионы, и тогда, может быть, перенесут. Ну, а почему бы нет? Ну, 33, но они же, как Спартак же, закладывал 43-45 тысяч. Соответственно, до четвертьфинала абсолютно точно. Да, да, да. До четвертьфинала абсолютно точно можно играть на стадионе Краснодара. Вот, вот. Спасибо. Хорошо. Надеюсь, нас услышит наш министр. Я как и обещал, сейчас звоню Муцква. Олег обещал посадить. Прежде чем мы посмотрим турнирную таблицу, давайте, обратим внимание на следующий. На следующий тур, который нам может преподнести как сюрпризы, так и ожидаемые результаты. Итак, смотрим. 23 тур. Ну, давайте, Амкар, Уфа, это, да, свои задачи. Прежде всего, ЦСКА Ростов. 0-0. 0-0. 0-0. И прежде всего, Спартак, Зенит. 1-0. 2-5. 2-5. Определитесь, Евгений. Я смотрю, Спартак принимает. Спартак принимает. 0-1. 0-1. Понятно. Быстро. Не так много времени. Кирилл. А Спартак, Зенит обе забьют. Чего ты ждешь от этого матча? От Зибы. Что ждешь? Ждешь от подарков от Зибы. Понятно, победы ты ждешь. Я думаю, забьет Зюба. Я думаю, мы выиграем 2-1. Я думаю, что забьют обе команды. С обоих команд будет результативная игра. Я полагаю, мы выиграем. Не вижу причин не обыгрывать. Сергей, поддержишь ты, Кирилл, о том, что сейчас Спартак, если не на голову, то, по крайней мере, на макушку точно лучше Зенита. Не, ну, Спартак сильнее, понятно, но... А значит, чего понятно? Не, ну, по игре. А, по игре? По составу-то нет, я соглашусь, потому что состав даже сильнее у Зенита, но ты же сам сказал, у Зенита свои проблемы внутренние какие-то там. Согласен. и хочется очень, чтобы Егоров нормально отсудил, чтобы не было вопросов, чтобы мы футбол обсуждали после матча. Согласен. Жень, понятно, что ты хочешь, что проиграл Спартак. Почему, на твой взгляд, Зенит должен победить? Почему он должен выиграть? Почему он должен выиграть? Потому что у него по подбору игроков и по качеству этих игроков. Я думаю, что... Да и фактор, что будет Дзюба, вырываться, скажем так, из шорт, чтобы доказать бывшей своей команде, да, что-то. Я думаю, что... национальная договора, конечно. Константин, твои взгляды на это идут. Я думаю, что несмотря на то, что Зенит и Спартак это самые забивные команды, 2-2, я вот сейчас только прямо подумал. Да, здесь исход встречи может быть любой, Олег. Здесь может как и быть боевая ничья, так и крупная победа одной из команд. Но я придерживаюсь того мнения, что здесь команды разделят очки и будет зафиксирована ничья там 1-1. Хорошо, я услышал. ЦСКА Ростов. Кирилл говорил в программе и не раз о том, что кто забьет Ростову, тот и станет чемпионом. В общем-то, да, вот такой посыл, по крайней мере, был. Вы как собираетесь забивать Ростову? Мы постараемся оправдать. Кем вы собираетесь забивать Ростову? С пенальти. А я думаю, что ЦСКА не будет забивать Ростову, и будет забивать. И Ростов выиграет в этой игре. О-о-о-о-о! Аплодисменты всех болельщиков в Спартаке. Но твои прогнозы всегда были неопричными. Давайте посмотрим... ЦСКА только в Эмбул ничем не выстрелит куда-нибудь. Не, ну почему? Давайте посмотрим турнирную таблицу после 22-го тура и еще раз убедимся в том, что Спартак опережает своих конкурентов ЦСКА и Зенит на 8 очков. Идет по какому-то супер... Не знаю, уж просите за такое слово, супер-пупер графику, когда бывали матчи 58-59. Хватало для чемпионства. По сравнению с прошлым сезоном очковые ни ЦСКА, ни Зенита особо не просели. Ну и нижняя часть турнирной таблицы. Локомотив на 9-м месте, но отставание, как мы уже говорили, действительно, от 4-го места всего лишь 4 очка. Томи Оренбург, Крилльсоветов, ничего в этой компании не меняется. Будут разыгрывать, как говорится, приз, кто не улетит. Спасибо. Да, 58 очков, я помню, ЦСКА становился чемпионом. 63 было. 63 было, 62. Но я имею в виду, 58 это минимальная планка, когда хватало для чемпионства. Сейчас у Спартака 51. То бишь, 7 очков и чемпионы? Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Не 9 очков. 15 очков надо набирать, 5 побед. 18. Это прилично. 5 побед, да, и все. И не догонят. Ну что ж, и как всегда, на десерт самое вкусное, самое интересное. Мы вспоминаем первый дивизион, у нас там играет Динамо. Динамо, Сергей сейчас нам расскажет. У нас в последней игре обыграли СКА Хабаровск на выезде. Три, ты рассказывал, да? Ну и Динамо, отрыв уже от Тоснов достаточно большой. Расскажи, когда Динамо уже официально оформит выход? Завтра играет Динамо с Химками, дерби Химкинское. Если Динамо побеждает, то выходит уже в Пимер-либу напрямую. Вот. И последний матч быстренько хит-трик Панченко. Да. Панченко 21 мяч забит, да. Я думаю, обратит внимание сборная на него. Там Локомотив присматривается. Матч, мне обидно, стадион хороший, быстренько скажу. Стадион хороший, поле более-менее. Вы играли в 8 утра по московскому времени, но меня удивило то, было 4000 зрителей, из них 2000 где-то было военнослужащих. Почему тут не пришли? Все ратуют за то, что у нас футбола нет, там вот мы в Сибири, там на стойке умирали. Ну приходите на футбол, приехала команда из Москвы. Почему не перейти на футбол? Странно, полупустой стадион. Ну и последний вопрос успею задать. Ты знаешь, очень хорошо, что ты следишь за матчами, потому что я совсем недавно разговаривал с одним болельщиком Динамо, и он говорит, а я перестал следить за тем, как играет команда. Я не могу. Вас осталось двое. Ну как? Вас осталось двое. Это Олег Митлев. Ты молодец. Нет, еще есть Василиса. Настоящие болельщики никогда не бросят. Ну что ж, друзья мои, к сожалению, эти 45 минут пролетели как одно мгновение, и пришла пора говорить всего доброго, и до следующего вторника. Болеем за своих. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok